как возникли защитные и атакующие приспособления у животных сегодня многие люди задают вопрос о защитных и атакующих приспособлениях атакующие приспособления это например острые зубы или когти которые выглядят так будто они очень хорошо разработаны чтобы убивать и поедать других животных защитные приспособления это что-то вроде панциря черепахи для защиты от атакующих приспособлений причина по которой люди задают этот вопрос берет начало из бытия 1 главы стихов 30 и 31 бог говорит что все было весьма хорошо что оно было совершенно поэтому ожидаемо что бог жизни создаст мир полной жизни а не мир полной смерти так почему же в мире мы находим острые зубы и тому подобные вещи которые кажутся настолько хорошо разработанными для того чтобы поедать других в бытии 131 бог заявляет что все что он сотворил было очень хорошим совершенным превосходным и тогда люди спрашивают так что насчет этих защитных и атакующих функций что насчет когтей и острых зубов они выглядят так как будто они великолепно спроектированы чтобы убивать и поедать других животных что насчет панцирь и черепах предназначенных для защиты на самом деле это здравый вопрос и на это есть два взгляда среди христиан первое состоит в том что острые зубы и когти это просто острые зубы и когти это не означает что их носитель хищник так в чем же суть этого взгляда это значит что острые зубы и когти раньше использовались для другой цели например у фруктовых летучих мышей очень острые зубы но они все же питаются фруктами у панта острые зубы но все же они питаются растительностью у белок острые когти но как они их используют для того чтобы забираться на деревья вторая точка зрения опирается на третью главу бытия где говорится об изменениях дизайна или потенциальных изменениях дизайна особенно когда мы читаем 14 стих 3 главы где говорится о змее который был проклят но не только он пострадал но и другие животные также хотя нам неизвестно до какой степени но в чем же состояло проклятие змеи он будет ползать на своем брюхе и питаться пылью всю жизнь то есть что-то изменилось а как изменились остальные животные может ли быть так что у них появились острые зубы и когти может быть в этот момент появились все эти приспособления возможно если мы прочтем дальше третью главу бытия то у женщин увеличится более при деторождении и это касалось не только его но было передано другим женщинам моя жена родила недавно поэтому я знаю чем говорю подумайте о мужчинах теперь мы должны работать в поте лица стало тяжелее и это также последствия греха человека в третьей главе бытия но еще написано терния и волчьцы произрастет она тебе то есть произошли какие-то структурные изменения которые привели к тому что появились шипы возможно некоторые из этих острых зубов и когтей появились в тот момент просто чтобы помочь животным выжить в этом проклятом мире возможно что верны и первый и второй взгляды я лично придерживаюсь комбинации двух этих вариантов